Хей, всем привет, друзья из Америки, меня зовут Юля и сегодня я решила вам объяснять мои старые фотографии, где я еще жила в Казахстане и вы спросите Юля, зачем снимать видео из Америки, но не про Америку? Но! Я снимала столько много видео про Америку и вы вообще про меня практически ничего не знаете поэтому я решила чуть-чуть рассказать про себя, показать вам мои фото и многие люди просили такое видео, поэтому давайте будем смотреть на маленькую Юлю и вспоминать прошлое и давайте попробуем набрать это видео до 800 лайков, так что ставьте пальцы вверх и если мы наберем 800 лайков, то будет часть 2, 3, 4, 5, но вторая часть обязательно выйдет ну и первое фото это Юля с локтями, что может быть лучше, я просто стою я не знаю, зачем я положила свои руки на плечи мне кажется, я предсказывала, что скоро будет песня про локти и что скоро это будет очень популярная песня танцуют локтями все, я эту песню не знаю, но знаешь, что он танцует локтями, вот все, что я знаю из этой песни так что да, я предсказывала будущее руки были на плече, а локти оттопырили поэтому я знала с детства, что эта песня выйдет когда-нибудь ну а следующий фото это Юля, принцесса и нет, это не мальчик, это девочка так что не надо ей здесь ничего говорить у меня было очень мало волос, когда я маленькая как вы уже, наверное, заметили но все равно, это не значит, что я не была принцессой я всегда была принцессой я родилась принцессой с короной на голове я такая довольная, стою напротив этого ковра, улыбаюсь волосиков очень мало, ну ничего страшного они выросли к 16-ти годам пора уже была этот 2006 год, 1 сентября, как видите, по всем лицам то все рады идти в школу и я стою с моими одноклассниками Руслан и Алина, мы с ними хорошие друзья были хорошие были, как вспомнишь да, но все было очень хорошо как видите, я с цветочками я пытаюсь выдавить от себя улыбку, потому что мама все-таки фотографирует, надо улыбаться и сразу после такого 1 сентября мы переходим к Эмму и Юлю на этой фотографии, я не знаю, как я вышла на улицу в таком но я выгляжу, как будто я ненавижу весь мир и все против меня в этом мире но тут челк на глазах, падает такое все депрессивное как раз розовая водолазка и такая черная джинсовка что может быть лучше? это 2008 год у всех нормальный ключ мой год был такой темный, а я опаздываю на 1 год позже, 2008 год это был мой год темноты, наверное следующая фотография это я с моим маленьким братиком это Новый год, там у нас праздник был это, наверное, 3-4 класс я не знаю, кем я была мне кажется, что всю мою жизнь мы просто составляли костюмы из того, что есть я никогда не была кем-то одним я всегда была кем-то неизвестно каким в конце концов оказывается, что это была, наверное, мальвина но с красными волосами я не знаю, что это может быть, я была с ней бурочкой всегда мы составляли неизвестно что из чего и получала что угодно потому что девочкам легче натянешь платье, все, ты принцесса а мальчикам оденешь штаны, и ты кто? следующая фотография это я сижу в своем костюме неизвестно кто, но я сижу я помню, что порвала колготки и мне все время надо было юбочку стягивать потому что там была дырка на колготках следующая фотография это я у меня уже волосы подросли, как вы видите прогресс! я сижу с моей игрушкой это, наверное, был мой единственный друг его сейчас нет я не знаю, какой это праздник но я довольно-таки веселая у меня начинают расти зубки если вы не знали, то я в детстве любила фьёстики а фьёстики это хвостик я была таким хорошим ребенком я могла просто сесть и мне мама будет там выдирать все волосы я буду тихо сидеть и ждать, пока он закончится я всегда хотела, чтобы у меня на голове все было красиво хоть два часа, хоть три часа пусть мне хоть все волосы повырывают но я любила, когда у меня была прическа ну и следующая такая, когда Юля на первом сентябре конечно, я из школы не шла но это моего братика первый раз сентября и я там с цветочками такая, да, мастера в шляпе мадам, прям Coco Chanel и вот Новый год еще один пришел и я была овечкой но знаете, в этот раз я знала, какой костюм у меня был потому что чем старше я была, тем меньше я знала, кто я но этот костюм следующая OMG вот просто можно начинать так да, это фотография делала в Петропавловске и когда мы переезжали в Америку я думала брать эту футболку, не брать в конце концов, мы ее взяли в Америку поскольку никто не знал английский все думали, там написано, что такое миленькое или на китайском непонятно, что там написано вообще но когда мы приехали в Америку нам перевели, что значит на футболку там написано, если ты милый, я свободна и мне на тот момент было 10 лет, когда я футболку носила после этого я футболку не одевала интересно, почему? урок такой, ребята если вы носите футболки, смотрите на переводчик переведите перед тем, кто покупает потому что иногда, может быть, написано то, что вы не ожидаете другая фотка, продолжение Юля Эмо Юля такая темная и по этой фотографии кажется, что я готова сейчас убить всех, кто стоит рядом лучше не подходите, опасайтесь, злая собака вот если мне надо бы повесить надпись на это фото я бы написала, осторожно, злая собака вот так бы я и написала у меня такое лицо здесь наглое, типа, что мне надо? отойдите, вы достали я во внутреннем мире меня никто не понимает следующее фото это я с каким-то животным мне кажется, что это, я не помню, как они называются, но эта птичка меня испугала я просто стою, не знаю почему, я давлю улыбку я ее боюсь, она за клеткой а я ее боюсь, я не знаю почему я пытаюсь давить из себя улыбочку но я очень сильно ее боялась вот еще одно фото с 1 сентября знаете, что меня просто удивляет сначала я смотрела на это фото и думала нормальная фото, а что? а сейчас я посмотрела на это фото и думаю посмотрите на все лица моих одноклассников никто, ни один не улыбает потому что все понимают 1 сентября к хорошему никогда не приводят одна я стою и давлю из себя эту улыбку зачем? зачем? все стоят с такими лицами, как будто их кирпичами побили а одна я стою и давлю улыбку маме на камеру таран! ну вот и все мои фото, которые я сегодня собрала надеюсь, что вам это понравилось так-то поставьте пальчик вверх опять мы пытаемся добраться до 800 лайков а так поставьте палички вверх ну а если у ничего не влезет опять поставьте пальчики вверх паличок вверх а если вы еще не подписаны, то подписывайтесь я буду делать видео из Америки и lại такое в комментариях вы не можете оставить свои фотки но напишите в комментариях, что бы вы хотели что вам понравилось, что вы думаете странно и интересно напишите что-нибудь как у вас погода, как у вас села, как у вас жизнь напишите мне что-нибудь еще?」 мне будет очень приятно прочитать и ответить ну а всех покидал в следующем видео Списал пока! Продолжение следует...